Отдых и оздоровление окружных детей на территории региона и за его пределами будут объединены в единую программу. Она станет частью уже существующей госпрограммы о социальной поддержке граждан Ненецкого округа. Сейчас в администрации региона идет разработка нового документа и согласование его с окружными законодателями. Каким предлагают сделать отдых юных жителей Заполярье, расскажем далее. Новая подпрограмма рассчитана на три года, начиная с 2016-го. В нее войдут уже работающие на территории нашего региона направления. Такие как организованный отдых в детских лагерях России и санаторно-курортное лечение по путевкам мать и дитя. Кстати, в этом году уже внесен ряд поправок в эти направления. Основная масса изменений коснулась оздоровления, которое наши дети проходят совместно с родителями. Со следующего года эти меры соцподдержки будут придерживаться принципа адресности и нуждаемости. С 2016-го года путевки мать и дитя смогут получить те дети, которые действительно нуждаются в оздоровлении. С третьей, четвертой и пятой группами здоровья. Самая большая группа – это вторая детей. Анализ показал, что по концу учебного года чуть больше 10% детей из второй группы попадают в третью в основном. Иногда в четвертую и пятую. Это редко. В основном в третью. Мы видим, что сегодня большие нагрузки, когда ребенок обучается, и из третьей группы он переходит в третью группу. Также в новом документе будет прописан и отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Не оставили без внимания и возможность летнего отдыха в нашем регионе. В основном это лагеря дневного пребывания или, проще говоря, пришкольные площадки. В этом году по округу их было открыто 23. 17 в населенных пунктах региона, включая поселок Искателей, и 5 в Наринмаре. Они работали на базе школ, дома детского творчества и спортшколы «Старт». В будущем эти направления также планируются активно развивать, в том числе сделать профильные смены. В четвертой школе традиционно проходит площадка для одаренных детей по различным направлениям. Специальные лагеря ежегодно открываются и при ДДТ, и в спортивной школе. В части взаимодействия сетевого между городскими школами хотелось бы, чтобы была определена профильность отдыха, чтобы дети могли не зацикливаться конкретно за той школой, в которой они обучаются, а именно посещать другие образовательные организации в зависимости от интересов. Есть и другое направление – палаточные лагеря. В таком направлении работают уже успевшие зарекомендовать себя детский лагерь Литкова. Две недели дети проводят на природе в районе села Коткино. В следующем году планируется открыть еще один подобный проект. Выездной лагерь «Три чума», который планируется организовать на базе туристического центра. 7 дней, 30 человек. Туда тоже категория детей, которые могут попасть в трудножизненные ситуации. Безусловно, будем стараться осуществлять 100%, чтобы там и дети в трудножизненной ситуации, и комиссии, которые стоят на учете по делам несовершеннолетних. В новой подпрограмме особое внимание будет уделено и укреплению материально-технической базы окружных учреждений, в которых проходит оздоровление и отдых детей, и обучение воспитателей и вожатых. На реализацию проекта уже в следующем году потребуется порядка 150 миллионов рублей. На эти средства смогут отдохнуть и поправить здоровье до 60% юных жителей Заполярья. Ирина Цепетова, Алена Валей, Владислав Носкин, Телеканал Север.